Надо было фото нажать. Что, заново говорить? Да-да-да. Та-да! Привет всем! Это проект Респонс. Меня зовут Рома. За камерой у нас сейчас Григорий. Григорий, проявись. Да, вот я. Да, вот он я. Мы рады вас приветствовать в нашей студии в Москве. Ну, как бы это не совсем наша студия, но нам хочется в это верить, что когда-нибудь она будет нашей. Потому что нам все нравится, у нас все тут очень удобно, хорошо. Все получается. И мы в скором времени представим целую плеяду треков, которые мы готовим. Возможно, это будут синглы, возможно, это будут даже... Не синглы. Не синглы. Это пока секрет. Вот. И... Что еще сказать? Я не знаю даже. Наверное, надо перейти к самому главному центру нашего... Нашей цифровой вселенной. Нашей цифровой вселенной. Да, наш главный записывающий компьютер. В принципе, я вам покажу. Это такая небольшая беленькая коробочка, на которой мы все делаем. Вот. Сводится здесь же. В принципе, здесь... Да, наушники вот мы пока отсоединили. Да, да, да. Как бы вот здесь есть колоночки небольшие. Достаточно хороший контроль. По крайней мере, ну, НИС не всегда получается контролировать. Ну, вот, все остальное прям замечательно. То есть, в принципе, то, что нужно начинающему музыканту, все в этом компьютере есть. Даже в Windows HP. В Windows XP специально... Где стоит куча наших нелицензионных плагинов. И мы вот все вот в таком маленьком окошке, в принципе, успеваем сделать. И это нормально абсолютно. Да, но единственное, надо делать быстрее, потому что у нас нет блока питания от компьютера, и он садится перед нами. Да, да. И поэтому, как бы, приходится постоянно, постоянно что-то бросать и ехать по домам, заряжать компьютеры. К сожалению, у него такой блок питания, что с собой возить мы его не можем позволить. И приходится вот в таких спартанских условиях работать. Да. Теперь немного покажу парк микрофонов наших. Показать? Давай. В Windows XP. Вокальная комната наша. Инсталим вам. Нойман 8.7. И выберем 67. Нойман 149. 149. 149. 147. И важная часть от Нойман 149 это желтый пакет, который находится в блоке. Да, соответственно, вот красный кабель. Это специально для того, чтобы ничего не перепутать, потому что он может взорваться. Это немецкая техника, военная, так что с ней надо быть очень осторожным. Соответственно, вот эта радистка Кэт нам привезла. Тут несколько блоков, которые очень помогают нам в работе. Они иногда издают разные звуки, которые записывают, преобразовывают. Да, это такие железные VST инструменты. Да, да, да. Да, и тип инструмента реактора. Так что видите, полностью аналоговая сфера. Да. Там автоматичный выпуск, просто питание аналоговое. Вот по тому мультикуру это заходит все в ту маленькую белую коробочку через один тоненький кабель и мы имеем тот звук, который имеем. Который мы имеем совершенно верно. Потом сейчас мы вам покажем наши сетап синтезаторов, которые есть на данный момент. Это в основном модели такие как ROM, VASIMIDI, клавишки. В принципе, немного неудобно вот так играть. Да, да, вот так. Но, тем не менее, мы приспосабливаемся. Мы, в общем-то, экспериментальные музыканты, поэтому нам интереснее. Творческая звукозапись, у нас курсорческая звукозапись. Ну что еще? В общем, вот, пожалуйста, этот единорог цифроволочный, если мне не нравится, у него, когда орешь, он как бы реагирует. Да, в принципе, можно писать вокал, достаточно удобную штущику контроля, которая позволяет здесь делать. Да, только нужно ставить поп-фильтр, потому что он очень чувствителен. Поп, он снимает очень хорошо. Ну что еще показать? В принципе, аранжировочный можем показать вам, да. Аранжировочный. Еще одну, где стоит компьютер чуть-чуть мощнее белой коробочки. Вот, значит, это наша аранжировочная комната. Микшер обычно здесь не лежит. Просто вчера мы работали, когда там стул был занят, мы принесли сюда, положили. Вот, вообще, это аранжировочное место. Тут мы всегда работаем, но тоже здесь не лежит никогда. Ну, сегодня оно легло. Сегодня легло. Значит, творческий сок, хлеб и все точно. И вода. Вода, в общем, наша духовная пища, можно сказать. Ну, что еще? Как бы ключи, понятные? Ключи, фонарик, не имеем. Без этого вообще невозможно. Особенно, когда выключают свет, приходится включать вентилятор. Естественно, самое главное в любой студии. Клозет. Да. Без этого минимум техно просто не звучит никак. Ну, это, в принципе, все, что мы делаем. Вот видите, какая акустика? О! Вот сюда. Все плавки, все здесь. Все пишется здесь, потому что здесь натуральная акустика. Ага, вот ты видишь? Ну, вот. Ну, что? Вот можешь вот это показать. Это, в принципе, такое... Это мулежи, все. Мулежи, да. Но создает нам подпитку определенную. Вот, тоже рекс-пижамин. Ничего не работает. Мы заказывали специально. Приезжал чуть-чуть в морозину. Насчитал нам лампочки всякие, чтобы все осветилось. Ну, если приходят клиенты какие-то, мы же не можем сказать, что мы работаем на белочках. Поэтому приходилось. Вот это самое дорогое было. А это другая часть белого компьютера. Много лампочек пришлось вставлять, чтобы все осветилось. Ну, и, собственно, вот здесь тоже могу демонстрировать. Это самое дорогое по камеру. Да. Чтобы вот так вот произошло, это очень долго работали. Десять тысяч мускулистых рук. Собирали все лампочки. Я думаю, что даже можно сейчас будет свет выключить. Это просто достижение лет технологий различных. Ну, примерно вот в таком вот все виде и принципе. Потому что есть туда два света с на улице. Еще небольшие пищалочки у нас здесь стоят. Такого плана маленький мониторчик. Сверху мониторчики поменьше еще есть. В принципе, вот из этой большой дыры нам еду обычно кидают сюда. Сверху. Соседи сверху у нас с нами договоренность. Мы им музыку, они нам едут. Да. Ну, так вот все. В спартанском уформлении происходит работа. В общем, теперь сейчас. Вот так просто. Короче говоря, спасибо, что вы нас смотрели. Да, специально для Future Music. Да. Меня зовут Гриша. Меня Рома. Очень приятно. Мы Респонс. Всем пока. Увидимся.